всем привет друзья с вами валера и видеоблог сибирского парня из сша тема нашего сегодняшнего выпуска называть ее не будем потому что многим уже надоело это название ну да ладно на этом юмористическая часть заканчивается потому что тема на самом деле достаточно серьезная очень и очень серьезно значит начнем начнем с небольшого вступления во первых хочется сказать что сейчас русскоязычные блогеры в америке разделились на три лагеря ну как и блогеры вообще разделились на три лагеря первые это которые вообще ничего не говорят о насущном проблемах сегодняшнего дня до вторые это которые недовольны тем что все говорят об одном и том же что все о коронавирусе все новости о коронавирусе ничего интересного не случается только один повсюду везде коронавирус и третий лагерь блогеров это которые вещают о коронавирусе вплоть до того что каждый день даже выкладывают видео на тему коронавируса что я хочу сказать конечно может быть надоедает когда все говорят об одном и том же и может быть кому-то кажется что это какой-то хайп что люди хотят на этом побыстрее заработать но мое мнение такое что если я сейчас буду выкладывать вам видео например сравнительная характеристика траковых навигаторов там ренд макнелли и гармин то люди в комментариях мне скажут что хорошо валера спасибо за замечательное видео а как у вас сейчас ситуация с коронавирусом мне и в комментариях и в личные сообщения в разных соц сетях приходит куча вопросов о том что как же вы там живете что сейчас происходит то есть русскоязычных видеоблогов по всему миру достаточно много поэтому люди спрашивают а как у вас в америке а как у вас пенсильвании как у вас филадельфии а как вообще валера все ли у тебя хорошо у твоей семьи как вообще дела обстоят поэтому все таки я не знаю или опущусь или поднимусь наоборот до тех блогеров которые освещают новости и тоже коснусь темы коронавируса в очередном своем видео простите меня извините но в первую очередь я хочу записать видео на актуальную тему а потом я уже буду монтировать и выкладывать видео которые у меня уже много есть записанные а потом уже буду выкладывать эти видео и будем с вами хоть чуть-чуть отвлекаться и смотреть что-то еще кроме этой насущной темы коронавирус итак поехали как обстоит ситуация вообще с в америке с карантином как обстоит ситуация в в дальнобойной отрасли так как я сейчас работаю дальнобойщиком и многие смотрят мой канал из-за того что там есть ролики о дальнобое в сша значит я сейчас не работаю мы находимся на карантине и большинство многие дальнобойщики сейчас не имеют работы очень много складов закрыта сейчас в америке карантин то есть дальнобой это такая отрасль которая все равно в какой-то мере продолжает работать но я в данный момент не работаю может быть через неделю буду работать может через две будем видеть как будет ситуация с коронавирусом в нашей области на данный момент ситуация уже действительно стала пугающей я вам обещал рассказать о том что правительство сша трамп администрация президента трампа и министр финансов стивен мучин обещали помочь гражданам связи с тем что люди потеряли работу или не имеют работы и все в итоге все равно сидят на карантине не имеют возможность зарабатывать деньги не имеют возможность платить за аренду жилья за ипотеку за коммунальные услуги да и просто даже не нечего заработать чтобы просто-напросто покушать поэтому я обещал вам рассказать о тех дотациях которые будут даны людям значит по последним данным по последним новостям администрация президента трампа приняла решение о том что всем жителям сша будет выдано пособие в размере 1200 долларов на взрослого человека и 500 долларов на ребенка кому эти пособия будут выданы то есть сейчас у всех вопрос про иммигрантов про нелегалов еще про кого-то всем добросовестным налогоплательщиком то есть они будут брать налоги которые оплачивали люди по итогам 2018 года потому что налоги за 2019 год сейчас карантин и налоговый период на данный момент продлен на два месяца с 15 апреля окончание налогового периода перенесено на 15 июня поэтому по результатам налоговых деклараций 2018 года будет принято решение о выдаче вот этих пособий то есть кому будут положены эти пособия значит каждому человеку который зарабатывает ниже 75 тысяч в год будет выдано пособие в размере 1200 долларов опять же заработок будет смотреться по итогам декларации за 2018 год значит всем людям кто зарабатывает больше 75 тысяч в год то есть от 75 до 99 тысяч в год пособие будет уменьшаться на 5 долларов за каждые 100 свыше заработанных долларов на каждые 100 долларов больше на 5 долларов уменьшится пособие и тем кто зарабатывает больше 99 тысяч в год на человека тем пособия выданы не будут то есть люди которые хорошо зарабатывают видимо имеют уже какие-то запасы финансовые на каждого ребенка есть данные что выдадут по 500 долларов когда эти деньги будут то есть эти чеки должны будут сделаны эти чеки обещают выписать и отправить 6 апреля если карантин будет продляться дальше то повторный транш чеков будет произведен 18 мая то есть будем смотреть сколько времени продлится карантин опять же по этой теме разные комментарии то есть одни люди которые например живут в странах победнее говорят что нифига себе такие деньги по 1200 долларов на человека то есть там на семью получится например там 2900 если семья как у меня муж жена и ребенок типа хорошие деньги а другие люди естественно которые живут здесь в сша они говорят что что такое 1200 на человека это одна аренда жилья стоит уже больше чем это 1200 не будем говорить уже дальше пошли коммунальные услуги интернет на что-то кушать надо какие-то кредиты у людей есть то есть будем смотреть дальше по ситуации буду держать вас в курсе может быть отменят оплату за жилье может быть какие-то будут скидки по моргиджам по всем оплатам по коммунальным услугам то есть может быть пока данные есть только вот по вот этим 1200 по вот этому траншу чеков на 1200 долларов на взрослого и 500 на ребенка то есть пока вот такая помощь будет произведена то есть администрация президента трампа и министр финансов сша пообещал что это будет сделано на данный момент люди уже перепугались люди сидят дома и я хочу вам сказать что моя жена вчера еще поехала в магазин закупиться и закупилась на 330 долларов то есть мы там вдвоем таскали все это из машины закупилась неплохо и в принципе могу вам сказать что за меня и за нашу семью не переживайте мы две-три недели продержимся абсолютно спокойно не имея работы сидя дома наслаждаясь тем что наконец-то семья может побыть вместе хотя конечно когда у вас маленький ребенок то хочется выйти на улицу погулять сидеть в четырех стенах тяжеловато для ребенка ребенку что карантин не объяснить ребенку надо дышать воздухом играть смотреть на белочек на собачек на кошечек что-то интересное видеть общаться с кем-то поэтому значит ситуация какая на сегодня администрации города филадельфия был издан указ о том что все должны оставаться дома stay home order чтобы люди по возможности оставались дома чтобы люди отложили все свои дела и то есть нет такого что прямо комендантский час что если ты выйдешь на улицу то тебя поймают но людей призвали оставаться дома значит произошло это не только я думал сначала что это только в больших городах таких как филадельфия нью-йорк и прочие но сегодня губернатор пенсильвании том вулф тоже самое издал указ о том что в семи округах пенсильвании люди должны оставаться дома и наш округ я живу в округе бакс каунте наш округ тоже не исключение и сегодня 23 марта с 8 утра все призваны остаться дома и без острой необходимости никуда вы не выходить почему это сделано потому что если посмотреть статистику заболевших коронавирусом в последнее время в пенсильвании то вы увидите что статистика достаточно страшно растет то есть уже каждый день увеличивается число заболевших пенсильвании более чем на 100 человек на сегодня данные такие сегодня на 23 марта в пенсильвании 644 положительных результатов случая коронавируса и уже 6 человек от коронавируса умерли в пенсильвании у нас в бакс каунте в нашем округе 43 случая на сегодня коронавируса и я вам могу сказать что по пенсильвании количество заболевших за последний день увеличилась более чем на 150 человек то есть до этого каждый день если мы смотрели статистику то увеличивалось количество заболевших ну около там 100 человек да и за последние три дня если посмотреть то количество заболевших увеличивается уже на 100 на 120 на 160 человек и на сегодня количество заболевших 644 человека в Пенсильвании и 6 человек умерло из них. Поэтому ситуация очень серьезная, все призваны отнестись максимально серьезно, мыть руки, не выходить из дома, дезинфицировать телефоны, побыть с семьей и по возможности никуда не двигаться, чтобы не сталкиваться с людьми, не сталкиваться с предметами общественного пользования. Все ссылки на статьи, на информацию, которую я рассказываю в этом видео, все ссылки с подробной и точной информацией я оставлю под этим видео, то есть там, где вы можете посмотреть конкретные и точные данные каждый день по Пенсильвании, по Филадельфии, что происходит в нашем районе, откуда я взял информацию о том, что чеки будут выданы, о том, как помогает администрация Трампа населению, то есть все эти данные, ссылки на первоисточники я оставлю под этим видео, вы сможете сами посмотреть. Кроме этого, хочется рассказать еще о чем. В Филадельфии, в центре города можно проехать, не выходя из машины, сдать тест на коронавирус. Вот я вам сейчас покажу материалы, в которых вы можете посмотреть, как у нас в центре города, в Филадельфии проходит тестирование на коронавирус, чтобы люди могли знать, какой у них результат положительный и отрицательный, стоит ли им бить тревогу, стоит ли им обращаться за лечением и что им вообще делать. То есть очень грамотно и хорошо организовано произведение анализов на коронавирус. В заключении хочу сказать, что я все-таки продолжаю смотреть блогеров, которые вещают о коронавирусе и я не осуждаю тех блогеров, которые, как многие говорят, что пытаются хайпануть или пытаются поймать какую-то звезду на этой теме. Я не считаю, что это так. Я считаю, что говорить о насущных проблемах, об актуальных новостях, это не так уж плохо, это хорошо, потому что все привыкли, что в телевизионные каналы или какие-то крупные источники, они кому-то принадлежат и они могут давать не очень адекватную информацию. Поэтому люди стали смотреть простых людей, блогеров. То есть вы можете нам написать, вы можете с нами связаться, созвониться, узнать, какие мы люди, да, и сделать для себя решение, какого из блогеров смотреть, кому верить, кому не верить. Но в основном я вам хочу сказать, что вот самостоятельные люди такие, которые, как я, то есть мне, я не заинтересован в том, чтобы показывать какую-то картинку, я не принадлежу каким-то средством массовой информации, которым платит кто-то зарплату, да, то есть я с этого не зарабатываю денег, мне нравится, это мое хобби, это мое любимое дело. И если бы я остался совсем без работы или наоборот, если бы мне не нужно было работать, потому что у меня было бы достаточно денег, то видеоблог – это та тема, которой бы я занимался в любом случае. То есть, как говорят, что найдите себе работу по душе, и вы ни одного дня в жизни не будете работать. Вот видеоблог для меня – это та работа, которая мне по душе, которую я делаю и буду делать в любом случае, это независимо от каких-то денег или еще от чего-то. То есть мне просто нравится снимать видеоблог, мне нравится что-то рассказывать, монтировать видео, подбирать музыку и как бы делать из ничего коротенькие такие фильмы, сюжеты, что-то такое, потому что раньше я занимался музыкой, я записывал музыку, и я считаю, что видеоблог – это какая-то, так сказать, небольшая тоже определенная сторона творчества. Поэтому, если сейчас у меня не получается играть в группе, писать и записывать музыку, то записывать для вас видеоблог, находясь на работе, дома, в поездке, в дороге, еще где-то, делать видеоблог у меня получается, насколько мне кажется. Хочу сказать, что кого я смотрю из блогеров. То есть, если мы посмотрим, то крутые мировые блогеры, такие как Кейси Найстад, не обошли эту тему. Кейси рассказал о том, что его друг Дэн Мейс, тоже видеоблогер, заболел коронавирусом. Если взять простых наших русскоязычных блогеров, то я смотрю видеоблог «Сам себе сказал Денис», который, как и многие другие блогеры, сейчас на карантине, то есть им не нужно сейчас работать, поэтому есть время поснимать, почему бы не поснимать. То есть, блогер «Сам себе сказал Денис», он сейчас снимает прогулки по пустынному Нью-Йорку и дает информацию, показывает людям. То есть, реально люди могут посмотреть на какие-то крупные города мира, значимые города мира и могут реально своими глазами посмотреть, какая там сейчас ситуация. Мне кажется, это очень интересно, замечательно и спасибо огромное всем блогерам, которые уделяют время этой теме. Кроме этого, естественно, хочу сказать, что я не буду же вам выкладывать каждый день одинаковые видео о том, какое число заболевших в Пенсильвании, какое число заболевших в моем районе. Естественно, я сейчас буду продолжать монтировать другие видео, поэтому, друзья, кроме того, что я буду вас держать в курсе по теме коронавируса, я сейчас вас чем-то порадую, помонтирую какие-то уже снятые мной видео и выложу вам для того, чтобы всем, кто сейчас сидит на карантине, всем, кто сидит дома, было хоть немножечко повеселее, поинтереснее. Так что желаю вам, друзья, любви. В данный период главное – здоровья, главное – соблюдайте все меры чистоты, сидите по возможности дома, не переживайте за то, что эта ситуация страшная и мы все останемся без денег, ситуация эта случилась не зря, всем людям время задуматься, время побыть дома, время побыть с семьей, время переоценить ценности в жизни, жизнь стремительно проходит, а мы занимаемся в жизни только работой, мы постоянно в бегах, так вот время сейчас прекрасное для того, чтобы остановиться, подумать. Вот вышли вечером прогуляться чуть-чуть, не можем, мы бесконечно сидеть дома, надо, чтобы дочка подышала воздухом, ну и вот пустырьные улицы, но кто-то ездит все равно, некоторые машины ездят, а так людей почти не встретишь, только кто выгуливает собак или кто выгуливает детей, такие как мы. Тишина, птички поют, целый день дождь лил, к вечеру небо расчистилось, красота, очень приятно, правда холодновато. Вот видите, деревья зацвели уже, красиво, вот еще белое дерево, все в цвету. Сейчас как раз будет сезон сакуры, но нигде нельзя собираться в общественных местах. Любите друг друга, побудьте с семьей, оставайтесь здоровы, всем спасибо, с вами был Валера и видеоблог сибирского парня из США, увидимся обязательно, пока друзья.